Я призываю людей покупать и холдить. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Вчера ночью смотрел футбол, и сегодня утром пришлось отсыпаться, поэтому только сейчас выходит это небольшое обновление по биткоину. То, что произошло вчера, просто обязано быть замеченным и тобой. Это очень интересное видео, которым поделился Энтони Помплиано у себя в Твиттере. В этом видео Синтия Ламис, которая является американским сенатором, далеко не самая последняя фигура в американской политике из штата Вайоминг, на национальном телеканале сказала такое, что я просто не мог не поделиться этим с тобой. Она заявила, что биткоин отлично подходит для пенсионных и долговременных сбережений. Также она призналась, что хранит биткоины, которые обеспечат ей пенсию, и призвала сограждан последовать ее примеру. И все это происходило на национальном телевидении. Кроме биткоина, она упомянула и эфириум. Я держу исключительно биткоин, потому что понимаю его, сообщила она. Но есть и другие полезные криптовалюты. Например, у эфириума есть свои преимущества. Меня беспокоит, что все наши пенсионные фонды деноминированы в долларах США. Для диверсификации нужно использовать самые различные активы, чтобы не хранить все яйца в одной корзине. И биткоин – это одно из самых надежных средств сбережения в долгосрочной перспективе, отметила Ламис. Кроме этого, сенатор рассказала, что надеется помочь в создании нормативной базы для криптовалют в Соединенных Штатах. Ламис подчеркнула, я бы хотела, чтобы пенсионные фонды инвестировали в биткоин и другие криптовалюты, являющиеся хорошим средством сбережения. А еще я бы хотела, чтобы люди могли использовать биткоин и другие криптовалюты. Это очень хорошие, большие новости, ребята, что сам сенатор США говорит такое про биткоин на национальном телевидении, которое смотрят десятки миллионов американских граждан. Помплиано также добавляет, что сенатор говорила не только о биткоине как о способе обеспечить свою пенсию, но и о том, как обесцениваясь, фиатная валюта, в данном случае доллар, разрушает благосостояние миллионов американцев. Давай послушаем, что она сказала. Я призываю людей покупать и холдить. Я призываю людей хранить биткоин для своего будущего и обеспечения пенсии. И все потому, что Конгресс тратит триллионы, триллионы долларов, которые текут в нашу и мировую экономику. Это наши американские доллары, и нет никакого способа, как нам перестать их обесценивать. А вы тоже инвестируете в биткоин? Я покупаю биткоин и держу его. Вы покупаете биткоин? О, да. Сколько биткоинов у вас уже есть? У меня всего около пяти монет. Всего пять биткоинов, но она купила их в 2013 за 300 долларов, так что сейчас цена этих монет прибавила несколько нулей. Вайоминг – это прогрессивный штат, который сейчас планирует создать и развивать криптовалютную банковскую систему. Несколько интересных моментов из этого видеоотрывка. Сенатор США рекомендует покупать биткоин, так как он обеспечит пенсию, по ее мнению. Вайоминг готовится запустить криптовалютную банковскую систему. Также она сообщила о пяти биткоинах, которыми владеет, но мне кажется, что она очень приуменьшила эту цифру. Мне также стало интересно, а можно ли американским сенаторам вообще говорить такое на телевидении? Хотя бы добавила, что это не финансовый совет. Вайоминг уже называют цифровым диким западом за то, что сейчас его нормативно-правовая база максимально дружелюбна криптовалютам. Здесь уже открылся первый криптовалютный банк и криптовалютные биржи, такие как Кракен, тоже открывает там свои банки. Так что разговоры о криптовалютной банковской системе в Вайоминге – не пустые слова, а уже реальные действия. Все к этому и идет. Я также нашел очень интересную статью, которая подчеркивает слова сенатора о том, что криптовалюта может использоваться в качестве альтернативы пенсионному фонду. Coinbase представляет сберегательный продукт с 4% годовых по депозитам USDC. Это стейблкоин, привязанный к доллару. Криптобиржа предлагает гораздо более высокую доходность, чем та, которую могут предложить традиционные сберегательные или пенсионные счета. В традиционной системе было как – если человек хочет открыть сберегательный счет, он открывал его в банке и приносил туда свои деньги под годовой процент. Но сегодня банки едва с этим справляются, и в 2021 году их процентные ставки невозможно низкие по сравнению с тем, какими они были в прошлом. Очевидно, что такие крипторешения, как криптосберегательный счет или криптопенсионные накопления, определенно нужны этому обществу. 4% могут показаться небольшой ставкой, но по сравнению с традиционными сберегательными счетами это намного солиднее. Как мы видим, намечается некий смутный тренд. Даже сенатор США о нем говорит. Я не удивлюсь, если спустя 5 лет некоторые страны начнут реформировать пенсионные фонды, и они будут становиться криптовалютными, так называемыми биткоин-пенсионными планами. Но биткоин может изменить не только пенсионные фонды, но и дематериализировать книги, музыку, видео, лицензии, кредитные карты и даже ключи, чтобы открывать двери. Об этом более подробно рассказал Майкл Сейлор. Очень интересное видео, давай его послушаем. Если что, я его взял с канала The Holders. Отличный канал, на котором почему-то незаслуженно мало подписчиков. Единственное, что я тогда не сильно принимал во внимание, все то, что теперь понимаю намного яснее. Мы дематериализируем книги, музыку, видео, лицензии и даже ключи, чтобы открывать двери. О чем я тогда не подумал, это о том, что мы можем перенести собственность в киберпространство. И вот что такое биткоин. Биткоин это цифровая киберсобственность, созданная впервые в истории человечества. Биткоин дематериализирует понятие собственности с помощью децентрализованной сети, которая позволяет перемещать цифровую собственность с устройства на устройство, без всяких издержек. Вы можете построить буквально экономику 21 века и киберпространство, не подконтрольное компаниям, генеральному директору или правительству. Нам всего лишь нужна была децентрализованная денежная сеть для создания цифровой собственности. Биткоин практически стал ею в 2009 году. И теперь, оглядываясь, я могу понять, это самая разрушительная сила на планете. Когда я впервые познакомился с биткоином, я подумал, о, это что-то новенькое. Я уже знал силу P2P сетей, но я не рассматривал это как что-то сверхважное для людей в 21 веке. Однако сегодня я уже так не думаю. В природе существует закон. Из состояния повышенного энергетического состояния все стремится в состояние пониженного. Тела стремятся к позиции с наименьшей потенциальной энергией. Посмотрите на все эти книги позади вас. Мобильный прогресс и успех айпада – это закономерно. Что если я возьму 10 миллиардов книг и дематериализирую их в цифровом виде? Помещу их в iBook или Google Books? Я мог бы дать 8 миллиардам людям огромную библиотеку книг стоимостью лишь в то, что не платят за электричество. Эндрю Карнеги в свое время вложил все свои деньги в создание библиотек. И это была его лучшая идея – построить библиотеки в разных уголках мира 100 лет назад. Затем, конечно же, библиотеки устарели. Знаете библиотеку в Вашингтоне? Ее переделали под iStore, магазин Apple. Иронично. Apple уничтожила библиотеки с помощью айпада. Нет причин иметь библиотеку. Ты можешь иметь миллиарды книг в одном устройстве. Это и есть пониженное энергетическое состояние, о котором я говорил. Сколько бы стоила библиотека богатого человека, чтобы люди могли ею владеть? Миллион долларов? Теперь любой человек может позволить себе иметь такую прямо в айпаде. Мы сделали то же самое с музыкой. 50 миллионов песен во сколько обойдутся? В 9 долларов. Все это и есть дематериализация. Все виды собственности, особенно интеллектуальной, музыка, книги, все это отмирает в физическом виде и превращается в сеть. Как и карты Google или Apple. Вы знаете сколько страниц в Google Maps? Если бы я дал вам 500 миллионов страниц, это было бы меньше, чем то, что дает Google Maps. Мы создали это невероятное количество богатства в дематериализации. Что же такое биткоин? Представьте, что я взял всю землю и превратил ее в киберпространство. Затем я скупил все города, ресурсы, все здания и так далее и тоже превратил это все в киберпространство. А затем разделил получившееся богатство на 21 миллион монет биткоинов. И запустил все это на тысячах, тысячах децентрализованных и независимых нот в местах, которые вы даже не найдете. А значит никто не сможет отключить эту сеть, даже если попытается. Они не смогут ее остановить. Выходит, что биткоин и блокчейн для такого киберпространства цифровой собственности, это как ДНК для человека. Биткоин это простая идея, цифровая собственность. Было ли что-то подобное до него? Нет. Биткоин это сеть цифровой собственности. Никакая экономика невозможна без прав собственности. Биткоин это цифровая собственность впервые в истории человечества, которая позволяет передавать права собственности каждому на этой земле в мгновение ока. Именно поэтому биткоин изменит абсолютно все. Биткоин изменит все. Звучит как девиз, на самом деле он уже изменил и продолжает изменять мир. А я продолжаю освещать это на своем канале. Поэтому, если ты тут впервые, не забудь подписаться. Наша цель сейчас 200 тысяч подписчиков. А также ставь лайки, делись видео с друзьями, комментируй и обязательно богатей. До скорого.